Валерий Седов В Рязанской области объявили начало пожароопасного сезона, а спецтехнику привели в режим повышенной готовности. А в МЧС региона усилили профилактические мероприятия. В 30 регионах нашей страны с 1 апреля начался пожароопасный сезон, в том числе и в Рязанской области. Продолжается он, как правило, вплоть до 1 октября. Правда, и этот срок могут продлить в зависимости от погодных условий. Основная причина пожаров по весне, рассказывают в МЧС, пал травы. Сжигание сухостоя и мусора доставляет немало хлопот огнеборцам. Ведь в случае бесконтрольного пала огонь может распространиться на жилые постройки, что нередко приводит к трагическим последствиям. По данным регионального МЧС, за минувшие сутки поступило 28 сообщений о возгораниях. С начала сезона произошло уже 227 случаев пала сухой травы общей площадью 292 гектара. Больше всего таких пожаров в нашем регионе зарегистрировано в Скопинском, Спасском, Михайловском и Рязанском районах. Как поясняют в МЧС, большинство возгораний происходит по вине человека. Большинство возгораний возникает из-за человеческого фактора, в том числе из-за детской шалости с огнем, палов сухой травянистой растительности, неосторожного обращения с огнем. Вследствие чего пламя распространяется на жилые дома и постройки. Они редко наносят травмы и забирают человеческие жизни. Так, например, 13 апреля 2021 года в деревне Марина Шацкого района пожар сухой травы перешел на населенный пункт, в результате чего огнем было уничтожено 15 жилых домов и 20 хозяйственных построек. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года на территории региона было зарегистрировано 640 случаев пала сухой травы. Как известно, пожар гораздо проще предотвратить, чем потушить. Именно поэтому сотрудники МЧС ежегодно проводят профилактические мероприятия по недопущению природных возгораний. Правилами противопожарного режима в нашей стране определен особый порядок разведения костров и сжигания сухостоя. Участок для выжигания сухой травянистой растительности должен располагаться на расстоянии не ближе 50 метров от зданий и сооружений. А вокруг участка территория должна быть очищена от сухой травянистой растительности и горючих материалов в радиусе 30 метров. И также должна быть выполнена минерализованная полоса шириной не менее 1,4 метра. Сжигать мусор и листву на своем приусадебном участке можно на расстоянии не ближе 15 метров от зданий и сооружений. При этом дистанцию можно сократить, если утилизировать растительность в металлической емкости. Кстати, выполнять пожароопасные работы в сухую ветреную погоду запрещено. За несоблюдение правил действуют штрафные санкции от 15 тысяч до 400 тысяч рублей. В этом году возбуждено уже 20 административных дел за нарушение требований пожарной безопасности, 15 из которых запал сухостоя. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Губернатор Павел Малков сообщил о возрождении рязанского филиала Московского института культуры. Пост глава региона опубликовал в понедельник, 15 апреля в своем телеграм-канале. По словам главы региона, с сентября в Рязанской области будут готовить специалистов по четырем направлениям. Социально-культурная деятельность, режиссура, народная художественная культура, а также библиотечная информационная деятельность. Павел Малков отметил, что на ближайший учебный год планируется набрать около 100 студентов на очную и заочную формы рязанского филиала МГИК. Обучение будут вести преподаватели федерального вуза и лучшие рязанские педагоги. На 20 апреля запланирован день открытых дверей рязанского филиала. На улице Почтовой состоится концерт с участием студентов вуза, а в Рязанской библиотеке имени Горького организуют консультации по вопросам поступления. Напомним, в феврале 2020 года филиал МГИК в Рязани закрыли, что сопровождалось скандалом в связи с методами ликвидации имущества филиала. В эфире нашего телеканала выходил сюжет на эту тему. 26 февраля 2020 года мы общались с выпускниками, студентами и преподавателями вуза. Цитирую. «У нас в регионе много театров, музеев, библиотек, но не осталось ни одного профильного вуза. После закрытия рязанского филиала МГИК талантливые ребята уезжают учиться в другие регионы, остаются там жить и работать, а рязанские учреждения культуры не могут найти специалистов. Ситуацию надо менять». Конец цитаты. Отдельный важный вопрос – судьба здания Института культуры на Театральной площади. Объект культурного наследия пустует уже несколько лет. Требуются серьезные средства на реставрацию здания. Вместе с коллегами из Федерального центра серьезно занимаемся этим вопросом, пишет губернатор в своем канале. До решения вопроса со зданием студенты рязанского филиала МГИК будут учиться на базе библиотеки имени Горького и других учреждений Рязани. Стартап без капитала, трудоустройство подростков и переобучение. Об этом и многом другом рассказала Елена Юданова, заместитель министра труда и соцзащит региона в ходе прямой линии. Актуальность этих тем острая, как и вопросы безработицы. Подробности в нашем следующем материале. Потребность в кадрах большая, заявила замминистра труда и соцзащит региона Елена Юданова. Так, по словам чиновника, на одного безработного приходится порядка шести вакансий. Такого, дескать, в регионе и не было никогда. А безработных уже меньше, в сравнении с предыдущим периодом, примерно на три тысячи человек. Работают в службе занятости даже с теми, кто в резюме поставил плюсик в графе «готов к переезду». В этом году в Рязань, таким образом, уже переехали 12 человек. Трудоустраивают на работу и школьников. В прошлом году, например, четыре тысячи ребят нашли работу на период летних каникул. Трудоустроиться, чтобы найти себе работу, ей необходимо обратиться в службу занятости по месту жительства. То есть территориально у нас в каждом муниципальном образовании есть служба занятости. Это сектор центра занятости, где помогут подобрать работы дателя. С нами, конечно, традиционно работают работы датели. Это наши государственные и муниципальные. Создаются отряды прямо при школах, там работают дети. Но мы ведем активную политику, привлекаем коммерческий сектор, потому что это интересно им. Поговорили и про свое дело. Можно ли начать его без стартового капитала? В службе занятости ответили, что да. Государство предлагает несколько вариантов поддержки. Есть два способа. Служба занятости для безработных граждан, которых, например, мы хотели, поискали работу, человек или приходит сразу, говорит, хочу открыть собственное дело. У меня есть планы, он пишет бизнес-план, рассматривает его комиссии. В составе комиссии много различных организаций и налоговой инспекции, и социальный фонд. Если бизнес-план достойный, и мы понимаем, что человек реально есть какие-то решения, и он будет работать, этот бизнес-план получает одобрение, человек получает 117 600 рублей на развитие собственного дела. Но он и в параллель на развитие этого дела может взять еще, заключить социальный контракт. Это уже обращение в органы судзащиты. Там выплата до 350 тысяч рублей составляет. Единственное, денежные средства, которые человек, например, брал по линии службы занятости, они должны быть на разные цели. Предлагает служба занятости и переобучение. Тут нужен либо статус безработного, либо заявку можно подать по нацпроекту «Демография». Все есть в цифровом сервисе. Обучают как очно, так и заочно. Причем практически всему. От слесарного дела до веб-дизайна. Больше 300 курсов на выбор. Вакансии, говорит Елена Юданова, есть. Было бы желание. Театральный сезон подходит к концу. Еще есть возможность посетить любимые спектакли. А дальше двери театров закроются до осени. Но это не означает, что артисты будут отдыхать. Вовсю начнется подготовка к следующему сезону, а также стартуют гастрольные туры. Куда отправятся трупы театра драмы, расскажет Кристина Бочкарева. Час тишины, доходное место и еще несколько постановок поедут этим летом на гастроли. Комедийные и драматические спектакли повезут на берег Азовского моря в Ростовской области. С Таганрогским театром драмы имени Чехова наш Рязанский дружит уже больше десятка лет. И такие гостевые гастроли уже стали доброй традицией. Мы на самом деле много работаем летом. Это так кажется, что театр закрывается. Во-первых, сейчас люди перестали, как раньше, знаете, летом в театр не ходят. Уже вот последние несколько лет в театр летом ходят. Таганрог очень театральный город. В Таганроге ходят на спектакли и приезжие, и местные. И наш театр, мы дружим давно с Таганрогом. Мы вот считали 12 лет мы дружим с Таганрогом. Не все 12 лет, конечно, мы каждый переезжаем друг к другу, но часто. И при этом интерес к Рязанскому театру драмы в Таганроге очень высокий. На гастроли Рязанский театр драмы отправится уже в начале июня. А вот сам Таганрогский театр имени Чехова уже побывал в этом сезоне на рязанской сцене в начале апреля. В этот раз в гастрольной программе были комедии «Семейка Крауза», «Как живой», «Ох уж это Анна», «Меланхоличный спектакль Джек» и детская постановка «Две бабы-яги». Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В последние годы в России укрепляется традиция принесения в различные регионы чтимых святынь. И уже не в первый раз в Рязани встречают одну из них – частицу пояса Пресвятой Богородицы. Так 13 апреля в Кремле собралось множество верующих, чтобы встретить ковчег с частицей пояса Пресвятой Богородицы. И это частичка пояса Пресвятой Богородицы – одна из величайших святынь, связанных с жизнью Девы Марии. По преданию, Богородица сама сплела его из верблюжьей шерсти и носила вплоть до своего успения. Долгое время пояс находился в Константинополе, и только в X столетии прославленный чудесами был разделен на части. Одна из них хранится на Афоне, в Атапецком монастыре. А к 200-летию Казанского кафедрального собора частица пояса была передана на вечное хранение в Санкт-Петербург. Это произошло в 2011 году. Больше 10 лет в культурную столицу стекаются сотни паломников, чтобы помолиться Божьей Матери перед Великой Святыней. Для тех, кто не может посетить Петербург, ковчег с поясом и износится по другим городам. Это не просто частица ее облачения, не просто частица ее одежды, но этот пояс и был соткан ей самой. Это еще частичка ее труда. Так уж сложилось исторически, что Господь забрал ее к себе вместе с телом. Мы, христиане, любим Пречистую, честнейшую, хирургую, славненшую, без сравнения с Рафимом. Человек, который достиг высоты выше ангелов небесных, и она является матерью каждого из нас. Мы ее любим, и поэтому и в рамках нашей епархии, в рамках нашего города это знаковое событие, прибытие частички пояса Владычества Богородицы. Просим ее о помощи, мы ощущаем ее присутствие здесь и сейчас. Мы видим эту частичку, мы соприкасаемся и с историей, и вспоминаем в молитвах ее саму. Прибытие пояса встречал митрополит Рязанский и Михайловский Марк. В своей проповеди он отметил, что трепетное отношение верующих к таким событиям показывает, что вера в народе жива, как и способность идти на определенный молитвенный труд. И сейчас, в наступившее время испытаний для страны, по словам митрополита, сугубые молитвы Царицы Небесной перед святынями особенно важны. За всех тех людей, кто стоит на страже русской земли, кто проливает сегодня кровь, будем молиться при святой Богородице, будем молиться усердно, не щадя сил, чтобы прекратилась вражда, чтобы прекратилась литься кровь, чтобы вновь народы, проживающие в пределах Святой Руси, получили прочный и неотъемлемый мир. Ковчег будет в главном храме города и сегодня. Ежедневно перед ним совершаются молебны с чтением канона Пресвятой Богородицы. Проводы святыни состоятся после вечернего богослужения. Апрель 2024 года стал для жителей Центральной России аномально теплым. Средняя температура первых двух недель на 6 градусов выше климатической нормы. Но во второй половине месяца ситуация изменится. Синоптики предупредили о похолодании. Собственно, уже в минувшие выходные воздух в регионе остыл почти до 0 градусов. Холодный сильный ветер, местами осадки и прохладные плюс 15 после 20-25 градусов тепла. Но и такая температура на 3-4 градуса теплее, чем обычно в апреле. В ночь на понедельник, 15 апреля, погода продолжила портиться. Ветер со скоростью до 20 метров в секунду раздувает пыль. А также гидромедцентр России прогнозирует дождь и грозы. Ночная температура плюс 2, плюс 7, дневная всего 9-11. Ночь на вторник, 16 апреля, также будет холодной. Плюс 1, плюс 6 градусов, днем плюс 12-14. Пройдет небольшой дождь. В среду, 17 апреля, пасмурно и сыро, ночью плюс 3, плюс 8, днем не выше плюс 15. В четверг, 18 апреля, под утро вновь на грани заморозков, плюс 1, плюс 6. Зато днем потеплеет до 16-18 и в облаках появятся просветы. Пятница, 19 апреля будет серый и дождливый, ночью плюс 6-11, днем плюс 14-16. Такая погода предвестник так называемых черемуховых холодов. В середине недели будет небольшое повышение температуры, а потом снова похолодает. А в следующие выходные начнет свисти черемуха. Днем будет плюс 8-13 градусов, что чуть ниже нормы. Заморозков по ночам не ожидается, хотя температура будет понижаться практически до нуля, как и в эти выходные. Однако не факт, что заморозков весной больше не будет. Напомним, в прошлом году морозы ударили в начале мая, когда вовсю цвели плодовые деревья. Они довольно сильно пострадали, оставив часть фермеров без доли урожая. Тем временем продолжает убывать большая вода. По данным Рязанского гидромедцентра, за сутки в черте города Рязани в Оке уровень воды понизился на 22 сантиметра и составляет 521 сантиметра относительно нулевой отметки гидрологического поста. В районе села Старая Рязань уровень воды в Оке понизился на 15 сантиметров и составляет 633 сантиметра. Также прислужба МЧС региона сообщает, что освободились от воды 11 приусадебных участков в Рязанском районе. На контроле находится подтопление шести низководных мостов и восьми участков автодорог, а также 427 приусадебных участков. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова